Приветствую вас, Анни. Я прочитал ваш текст, который вы написали, и я думаю, что дело, конечно, здесь не в высокомерии. Дело здесь, конечно, глубже, ну, проблема глубже. Проблема здесь скроется в том, что для вас значит отношение, да, в том, что вот, чего вы хотите, чего вы боитесь, вот, и, соответственно, что вы потеряли. Значит, давайте проследим немножечко историю. Вы встречаетесь с парнем три месяца, если я правильно вас понимаю. Далее у вас происходят страстные поцелуи, после чего парень говорит, что хочет идти с вами в ЗАГС и, собственно, создавать семью на всю жизнь. Вы пугаетесь, отказываетесь, то есть отказываете ему. Парень, соответственно, обижается, после чего вы спустя какого-то время ему пишете, вот, он выпендривается, набивает себе цену, соглашается встретиться, не приходит. Потом пишет вам, вы уже выпендриваетесь, и в итоге через какое-то время на него появляется девушка, с которой сейчас она уже по полгода. Вы же можете отпустить мужчину и следите за ним и ей за их страничками, вот, думая бы, что ему, в общем-то, с ней плохо, что он сам был счастлив и так далее. И вы не можете отпустить парня, скучайте по теплым, значит, каким-то по теплым, ну, моментам, да, которые у вас были вместе. Вот. Что здесь есть? Здесь есть желание быть с кем-то. Здесь есть потребность в близости, здесь есть потребность защищенности, потребность раствориться, потребность, чтобы вас любили. Ну, можно сказать, что это, в общем-то, восходит к детству, можно сказать, что, в общем-то, эта проблема восходит к детско-родительским отношениям, к потребностям в любви, возможно, к ощущению брошенности собственной, да, к ощущению ненужности, к ощущению нелюбимости себя, скажем так. Вот. Здесь, ну, больше, вот, если вы прислушитесь к себе, да, если вы посмотрите на свои чувства, если вы посмотрите, к чему, к чему восходит вот ваше чувство, я думаю, вы придёте к чему-то такому-то такому, потому что если вы боитесь близости, на страх близости указывает ваша игра в догонялке, то он отказывается то вы, то вы проявляете инициативу, то он, это, кратко, детская игра в догонялке. Вот. И, соответственно, проблематика, она, как бы, в этом кроется. То есть у вас есть проблемы с личными границами, у вас есть проблемы с, вот, ну, близостью. То есть с близости находиться вы комфортно для себя, скорее всего, не может. Из-за этого вы либо закрываетесь полностью, либо стремитесь к, что называется, максимальному растворению в человеке. А это, и то, и другое, это, в крайности, в остальных случаях вы себя ощущаете уязвимой, потому что какие-то вещи принимаются вами на свой счёт, какие-то вещи воспринимаются вами негативно, какие-то вещи выглядят для вас как угрозы, вот. Ну, то есть тут достаточно много-много вариантов, связанных с личными границами. Ну, а на более глубоком уровне, как мне кажется, есть вот потребность в защищённости, что связано с личными границами, и потребность в любви, что связано с тем, что вы себя что-то не принимаете. Вот. Вообще, ощущение от такой вот некой пустоты, да, то есть вот то, что вы называете стереотип, что вот должны быть отношения, должны быть мужчины, это вот не просто так. Вот. Потому что это некое условие к себе, это некое требование к себе, это некая такая вот, ну, можно сказать, такая позиция, что если я не в отношении, значит со мной вот что-то не так. Ну, а получается, что это вот вы пытаетесь доказать, что с вами всё в порядке, и вы пытаетесь доказать, что вы, ну, что вы достойны любви, достойны отношения, к примеру. Вот. Либо проблемы ещё более глубже, и связано, повториться с ощущением, ну, брошенности, или страха и одиночества. Вот. И, соответственно, в этом ключе нужно с вами работать. Вот. А, как бы, это вот то, что можно вам сказать. То есть можно вам ответить. То есть это психотерапия. Я не очень понял, какие практики вы делали, то есть о каких практиках идёт речь, не очень понял, честно говоря, вот не очень понял, причём здесь увлечения ваши, то есть увлечения, конечно, могут быть, но как бы вес этих увлечений, значимость этих увлечений, куда более важнее, чем всё остальное, потому что, если увлечения такие поверхностные, да, вот, то толку от них не будет. Если увлечения идут от души, если увлечения идут от сердца, если увлечения идут из ваших препочтений, настоящих, то в таком случае, в общем и целом, будет лучше. Ага. Но в целом, это ощущение, что у вас нет четкого жизненного пути, у вас нет деятельности, которая бы вам нравилась, а нет круга общения, который отражал бы, ну, ваши собственные предпочтения, ваши собственные идеалы развития и так далее. Ага. Вероятно, нет, нет людей, с которыми вам было бы интересно общаться, понимаете. Ага. Вот. И это инвантильность, о которой вы говорите. Да, инвантильность, детка. Всё это достаточно просто. Это страх ответственности. То есть, почему люди что-то делают по приколу. Боятся ответственности. Боятся ошибки. Запрещают себе ошибку. Не хотят делать что-то всерьез, потому что если делать что-то всерьез и сделать, по их мнению, неправильно, по их мнению, ошибочно, то это будет как-то охарактеризовать их. Если сделать по приколу, то вроде как все результаты тоже по приколу и они никак не характеризуют человека. То есть, здесь имеет место быть невыстойчивое представление о самом себе. Ну, в данном случае, о вас самой. О самой себе. Вот. Соответственно, это основание для того, чтобы действовать по приколу. То есть, это страх ответственности. Ответственность и страх ошибки. Но, в первую очередь, это, конечно, проблема в том, что вы не чувствуете вот эту ответственность. То есть, за что вы хотите брать ответственность, за что вы хотите отвечать, а за что нет. Может быть, это связано с тем, что вы не можете говорить нет. То есть, ну, просто не можете отказаться. То есть, вам сложно отказать людям, например. Например, может быть, кому-то вы отказываете, если там человек в какой-то вот для вас неприемлемой форме, да, что-то от вас требует. Но, если, что называется, подобрать к вам ключик, то, как бы, вы отказать не сможете. Все люди поэтому боятся ответственности, потому что не могут говорить нет. Иногда люди боятся ответственности из-за перфекционизма. То есть, это, вот, опять же, я самый лучший, я идеальный, я вообще лучше-лучше всех. Вот. И я ничего не буду делать, чтобы не ошибаться. И это точно в итоге раздаёт такую пассивность. С другой стороны, с другой стороны, вы можете обесцениваться, вы можете осуждать себя за свои некие чувства, свои некие желания, за свои некие импульсы. Если вы можете себя осуждать, тем самым вынуждая своего внутреннего ребёнка постоянно бороться за право существовать, и из-за этого провоцируя его на постоянных контроль вас. То есть, любое вмешательство, допустим, взрослого, вызывает агрессию у ребёнка. То есть, здесь, опять же, можно обратить внимание на то, как вы относитесь к своим чувствам, своим переживаниям. Вот. У меня, например, ну, сложилось такое ощущение, что не очень, не очень. У меня сложилось ощущение, что это идёт, вот, знаете, как по накоплению. И у меня сложилось ощущение, что то, что происходит у вас внутри, на чувственном уровне, не соответствует тому, что происходит снаружи. То есть, вы свои чувства привыкли скрывать, а выражаете вы их в некоторой степени спонтанно. Ну, вот. То есть, это как бы очень сильно влияет на, ну, на то, как видят вас люди, окружающие. Вот. Поэтому, так, такие вот мысли у меня на счёт вашего текста. Вот. Я думаю, что вы сами, если подумаете, то придётся к выводу, что даже если мужчина был с вами счастлив, то, ну, факт того, что он, во-первых, обиделся, и факт того, что он спешил, факт того, что он бы заначал другую девушку, говорит, как бы, о том, что человек решает свою проблему, они, они, они нацелены на вас, а вы решаете свои проблемы тоже. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы, чтобы вы осознали, какую проблему вы пытаетесь решить. Очень важно, чтобы вы осознали, на что вам, ну, на что нацели в отношениях. Вот. Если вы это сделаете, то у вас будет постепенно происходить опускание. То есть, не нужно думать, что это процесс, вот, какой-то такой, ну, быстрый. Это процесс постепенный. Вот. И лучше всего, если, если это будет вместе со специалистом, лучше всего, если это будет вместе со психологом. На этом все. А я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.